В этом выпуске подкаста упоминаются Дмитрий Быков, Иван Филиппов, Борис Акунин, Татьяна Вольская, Илья Яшин, Людмила Улицкая, Михаил Зыгарь, Михаил Крутихин. Российская власть считает их иностранными агентами. Также упоминаются телеканал «Дождь» и «Новая газета Европа». Генеральная прокуратура России признала эти медиа нежелательными организациями. В подкасте также упоминается социальная сеть Facebook. Она является частью компании «Мета», которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. Всем привет! Это подкаст «Свещательная комната». И здесь, как всегда, мы, его ведущие. Я журналист Зоя Светова. И я журналист Вера Челищева. И сегодня наш гость – главный редактор совсем молодого издательства, которое называется «Фредом Леттерс». Добрый день, Георгий. Добрый день. Только я не главный редактор. У нас такой должности нет. А кто вы тогда? Главный издатель? Ну, можно сказать, основатель и волонтер в своем собственном издательстве. Да, я, конечно же, поспешила и не сказала, что у нас в гостях Георгий Урушаджи, основатель издательства «Фредом Леттерс». А, Георгий, я прочитала вашу биографию в Википедии и нашла там очень много интересного. Узнала о том, что вы наш коллега, журналист. К сожалению, раньше этого не знала. И вы в 90-х годах работали помощником мэра Анатолия Собчака. Это так? В 95-м, 96-м, да, было дело. Ага. Ну, то есть вы, может быть, даже знакомы с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным? Ну, вы знаете, с ним знаком любой человек, который был журналистом и освещал какие-то властные, скажем так, вопросы. И с ним знакомы, в общем, я думаю, что в Питере все, кто, по крайней мере, был там где-то вокруг. Понятно. Ну, это как бы не предмет нашего разговора, просто любопытная деталь. Кроме того, в Википедии написано о том, что вы уже были издателем, да, что вы основали известное питерское издательство «Пальмира». Нет, 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 это другое издательство. Оно называлось «Пальмира», оно находилось в Москве. Потом уже мне позвонил основатель вот то издательство, прекратило существование где-то в 2002 примерно году, третьем, может быть. И потом мне позвонили организаторы питерского издательства и спросили, нет ли у меня каких-то возражений, чтобы их издательство называлось так же. Конечно, я не имел никаких прав возражать. Это другое издательство, то прославилось тем, что издало, было первым издателем Алексея Иванова, роман «Сердце Пармы». Собственно, название «Сердце Пармы» было придумано в моем кабинете. И потом, после очень долгого перерыва, как раз то издательство вернуло интерес читающей аудитории к книгам Светланы Алексеевича, издав полностью все сочинения Алексеевича. Это тоже был какой-то 2003, наверное. А я не поняла, то есть это вы издавали Алексеевича и Иванова? Да, да. Алексеевич, ну это издательство, где я был соучредителем и одно время был главным редактором и гендиректором, потом ушел. В общем, да, это бы вот все случилось тогда. Здорово. С 2005 года по 2022 год вы были генеральным директором национальной премии «Большая книга», правильно? Правильно. Да, и в какой-то момент, насколько я понимаю, даже были членом жюри этой премии. Все годы был членом жюри, но у членов жюри там было 100 человек. А, понятно. Я был одним из членов жюри, да. То есть Георгий Арушадзе – это, в общем-то, человек, который, ну, если так можно сказать, с юмором, да, что как бы вы, ну, не руководили литературой, это я так просто шучу, но в смысле, что вы были в курсе вообще всего, что происходит в российской, в русской литературе в последние годы. Но после начала СВО вы уехали, и в апреле 2023 года учредили это новое издательство «Фредом Летерс». И расскажите, пожалуйста, Георгий, как вообще вам пришло в голову эта идея создать издательство? Где оно располагается физически? Если можно, на какие деньги оно финансируется вообще? Как вообще оно существует? И сколько книг вы выпустили уже за это время? То есть это полтора года, получается. Много вопросов, часть уже забыл, отвечу на то, что запомнил, а вы потом напомните, пожалуйста, еще остальные. Книг порядка 150, если суммировать электронные, бумажные и аудиокниги. Среди авторов Дмитрий Быков, Владимир Сорокин, Иван Филиппов, чей роман «Мышь» сейчас триумфально шествует по всем магазинам. И на «Озоне» вот сегодня очередную партию раскупили за час примерно. Это Сергей Давыдов с великолепным романом «Спринфилд». И масса совершенно замечательных авторов из России, Украины и многих других стран. Издательство существует... Издательство – это волонтерский проект. То есть у нас нет сейчас никакого стороннего финансирования. Все идет благодаря доходу от продаж, благодаря каким-то моим небольшим вложениям и благодаря волонтерской помощи. Это самое главное. То есть в издательстве нет ни одной штатной единицы. Это просто волонтеры, которые собрались и сказали, мы хотим это делать, откликнувшись на мой призыв в Фейсбуке. И до сих пор приходят люди, прочитав тот призыв. Это корректоры, редакторы, художники и технические специалисты и так далее. И главный человек в нашем издательстве – Владимир Харитонов, технический директор, без которого мы бы не выпустили ни одной книги. Вот примерно так все устроено. Почему я сделал это издательство? Ну, потому что я не мог сидеть сложа руки, надо было что-то делать. Я выбрал заниматься изданием книг. Это, ну, такой, не знаю, знаете, пафосно говоря, вклад какой-то в наступление мира, что ли. По-моему, вы назвали несколько иностранных агентов, Вера. Вы не знаете, Дмитрий Быков, он иностранный агент, нет? Да, да. Да, еще кто-то у вас там был иностранный агент. Да у нас, да слушайте, знаете, поскольку этот список самых достойных людей в российской культуре, у нас издаются те же самые достойные люди. В общем, пересечений довольно много. Это и Татьяна Вольцкая, это и Иван Филиппов, это и Дмитрий Быков и так далее. В общем, большой список. Да, так вот мы должны сказать, что Иван Филиппов, иностранный агент, и Татьяна Вольцкая, иностранный агент. Мы должны обязательно это говорить, потому что, в отличие от вас, мы находимся в России. Вот, так что я это просто говорю. И, ну, вы правильно, вы ответили, в общем-то, на все мои вопросы. Только вы не сказали, где это издательство физически располагается. Где эти книги издают? В разных странах, насколько я понимаю, да? Да, издают в разных странах. И что такое издавать? Если говорить про печать, то печать идет в Казахстане, Грузии, Америке, Британии, Латвии, России даже и Украине. Вот наши основные точки, и скоро прибавятся еще несколько стран. Также у нас есть печать «Принтон де Манна», да, и она печатается, опять же, во Франции, в Штатах, Британии, Эмиратах и так далее. В общем, довольно большая география, если говорить чисто про производство. Корректоры, художники и так далее живут по всему миру, авторы живут по всему миру. Я тоже, в общем, нахожусь почти одна в один момент в нескольких странах. И там можно сказать, что я выпускаю книги то в Израиле, то в Британии, то в Испании и так далее. Но это совершенно потрясающая история. То есть это издательство, оно задумано не как коммерческое, да, оно задумано просто, ну, такое, как вы сказали, волонтерский такой, в общем-то, филантропический, можно сказать, или филантропский, как правильно сказать, такой проект. Потому что, в принципе, конечно, книгоиздательство, они вообще-то должны приносить деньги. А у вас нет такой идеи. Ну, смотрите, если бы я был ориентирован на коммерцию, то, во-первых, я бы не сделал издательство. Я в жизни умею всякое, и издательство – это последний пункт в списке того, что может приносить деньги из всех дел, которые я имею в жизни. Но и в издательстве тоже можно зарабатывать. Если бы я издавал одни хиты, то, в общем, можно нормально зарабатывать, да, не тратя на то, что, например, пользуется меньшим спросом, на стихи, например, или на украинскую литературу, да, которую покупают по понятным причинам меньше, да. В общем, цели заработать денег нет. Если найдутся какие-то спонсоры, мы будем, конечно, рады. Но пока не нашлись. Так получилось. Ну, в общем, мы все равно упрямы, мы все равно делаем. Да, конечно, без спонсоров мы не можем реализовать все наши планы. До чего-то руки не доходят. Или, например, есть вот на примете несколько книг, которые надо переводить. А волонтеров-переводчиков считайте, что нет, потому что это полгода полной погруженности в книгу. И в это время людям надо питаться, как минимум, да, оплачивать аренду квартиры и прочее, прочее. И у нас нет денег профинансировать переводы, например, этих книг. Так что не все мы можем, но все, что можем, делаем с полной отдачей. А у меня вопрос, можно ли ваши книги, ну, вдруг купить в России в каких-то книжных магазинах, хотя у нас там сейчас, и все об этом знают, творится, в том числе с авторами, которые являются иногентами, что-то несусветное их снимают или кладут на отдельные полки, такое гетто своеобразное. Если их нету в России, то можно ли, может, вы знаете, их еще привезти в Россию? Не являются ли они тогда неформально запрещенными? Потому что мы знаем, что, допустим, вот книги Михаила Зыгаря, который является иностранным агентом, уже, по-моему, даже изымали, не пропустили. Я готов ответить на все ваши вопросы. Если кратко отвечать, то можно. Скажем, если мы возьмем все вот наши книги, то примерно две трети не могут быть напечатаны в России, не могут быть официально проданы в России, потому что, ну, как вы сейчас будете продавать в России книги, например, на украинском языке и даже украинских авторов. Но примерно треть – те книги, которые в России еще проходят по нормам законодательства. Их мы и печатаем в России, и продаем в России очень активно. На «Зоне», например, вот сегодня только что раскупили мышь. Еще остается «Спрингфилд», правда, в кастомизированной версии, поскольку закон об определенного рода пропаганде мешает издать эту книгу в полном виде. Ну, там черными полосками закрашены какие-то моменты, примерно 5% книги, 5% текста закрашены, чтобы не нарушать закон. Я-то, в общем, могу нарушать спокойно закон, но все-таки печатают люди в России, продают люди в России, чтобы у них проблем не было. Мы вот пошли на такую кастомизацию. Ну, это, опять же, это такой, знаете, арт-проект, это памятник эпохи, и его покупают как раз из желания иметь вот такой, знаете, сувенир 2024. В электронном виде, пожалуйста, все спокойно, все продается. Более того, вы можете зайти на сайт «Эхо», и там есть книжные магазины, там наши книги тоже продаются, в том числе за рубли, в том числе с доставкой из-за границы в Россию. В общем, знаете, вот я не люблю термин «сам издат», ой, «там издат», потому что это где-то, вот, знаете, далеко, и так далее. Пока границы прозрачны, пока электронные почты ходят, пока никого не досматривают на таможне в поисках флешек, книжек и так далее, да и сил нет у режима, понимаете. Представить себе, что найдутся еще там десятки тысяч или сотни тысяч контролеров, ну, сейчас затруднительно. Поэтому все спокойно продается, все спокойно работает. Запретить это невозможно, ну, примерно никак. Да, все остальное – это какой-то страх. Ах, людской? Ах, нельзя? Ах, а что? Мы вот спокойно это делаем, опять же, подчеркиваем, и не нарушаем российское законодательство при этом. Если у нас иноагент, он упакован в пленку, написано 18+, дана, значит, знаете, неприличное слово есть вот в такой плашечке, где написано, значит, данный материал, там, создан иностранным агентом. Ну, и окей. Если так надо, это, опять же, памятник эпохи. Ну, кроме этого, наши книги продаются во всех странах мира. Их человек привозят из Стамбула, из Тбилиси и так далее. И так они тоже попадают в Россию. Поэтому все в России есть. Кто ищет, тот точно найдет. Понятно. А, Георгий, скажите, вот вы до отъезда, если я правильно прочитала, да, опять в той же самой Википедии, вы возглавляли Центр поддержки отечественной словесности. Да, я, честно говоря, никогда не слышала про такой центр. А можете сказать, а что сейчас с этим центром и какую теперь словесность он поддерживает? Если вы знаете название «Большая книга», то это то же самое. Просто «Большая книга» — это, ну, премия, да, это виртуальная реальность такая, а оператор этого всего — тот самый Центр поддержки отечественной словесности. То есть это просто юрлицо у «Большой книги». Понятно. Но вообще сейчас вот вы же продолжаете поддерживать связь с вашими коллегами, с литературными критиками и с писателями, которые ещё остаются в России. Как вам кажется, что вообще происходит сейчас с российской, с русской? Да, мне хочется не называть её российской литературой, русской литературой, с русскими писателями, которые там остались. И вот эта большая книга, она будет теперь давать премии каким книгам вообще, каким авторам? О ситуации, которая сейчас создалась или создаётся в отечественной словесности, мы сделали такую книжку. Называется «Носороги в книжной лавке», скоро она выйдет. Мне только надо дописать туда предисловие, а так уже всё готово. Эта книга о том, как раз как повлияло на ситуацию в отечественной словесности. Ну, там на самом деле гораздо глубже есть, например, материал Григория Аросева о том, как в послевоенной Германии продолжались отношения между теми, кто поддерживал Гитлера и теми, кто был репрессирован или уехал, или не поддерживал Гитлера. Но что происходит там с большой книгой, честно говоря, я не слежу. Там уже в жюри Прилепин и так далее, да, и он и финалист. То есть мне это, ну, неинтересно, что ли, да. Ну, кроме этого, я берегу нервы, я буду расстраиваться, да, потому что всё-таки значительная часть жизни, да, очень много личного времени, усилий и так далее было вложено в этот проект, который сейчас, конечно, уже, знаете, не тот. Поэтому я просто не слежу, не могу никак комментировать, да и на самом деле не очень этично, да, как бы плеваться в сторону бывшей работы. Уж какая она не есть. Но вы, например, следите за тем, что происходит с российскими издательствами. И мы видим, что, например, издательства, значит, перестают отгружать книги тех или иных авторов Людмилы Улицкой, Владимира Сорокина, которого вот вы переиздали его книгу «Наследство», да. А у них... Наследие. Наследие, простите, да. У них в этих издательствах, у них что, самоцензура или это уже государственная цензура? Слушайте, ну, АСТ сейчас получила 4 миллиона штраф за наследие как раз, да, за то, что они издали, и там какой-то специальный орган обнаружил, не помню уже нарушение какого пункта, и, значит, присудил им 4 миллиона штрафов. Это довольно большие деньги для издателей. Не надо думать, что все издатели жируют, даже самые крупные, в общем, не хотели бы попадать на всякие вот такие штрафы. Конечно, возникает какая-то самоцензура, потому что любой издатель будет решать, а можно ли такое издать. Или тоже в будущем это 4 миллиона штрафа, закрытие, там, и так далее. И лучше, например, человек скажет, я вас держусь, да. Поэтому вот такая самоцензура, собственно, цель власти, как раз и посеять страх и самоцензуру. Власть что сделала? Взяла из каждой сферы буквально, репрессировала двух человек. Все остальные все поняли, кто-то уехал, кто не уехал, замолчал и так далее. Поэтому власть, поскольку сил у власти мало, она нагоняет страх и через страх действует. И люди, естественно, начинают бояться, и я их понимаю. Да, если бы я сейчас жил в России и был бы издателем, я бы тоже внимательно смотрел на все, что я выпускаю или что я намерен выпускать. Это, в общем, понятная история. Поэтому я просто всем нынешним российским издателям сочувствовал. Да, в этих условиях, конечно, работать очень тяжело. Раньше книгоиздание действительно было такой, знаете, самой свободной в плане цензуры, медиасферой. Сейчас уже не так, сейчас за книжки взялись. И понятно, что прилететь может с любой стороны. И штраф может быть, ну, вот знаете, 4 миллиона АСТ, например, ну, терпимые деньги, да, большие, но терпимые. А если прилететь 4 миллиона к какому-то маленькому издательству, ну, это все, это сразу закрываться. Но чем больше репрессий внутри России, тем больше у меня работы. Будто ее мало, да, но ее становится еще больше. Потому что все, что нельзя издавать в России, ну, так или иначе приходит к нам. И мы это так или иначе издаем. Я хотела спросить про планы вашего издательства. Вы издаете нон-фикшн. Вот вы переиздали книгу Натана Шаранского «Не убоюсь зла». «Не последние слова». И, кстати, вы планируете продолжать вот издавать или переиздавать книги, и в том числе посвященные, да, судебным процессам, последним словам? Потому что они у нас сейчас идут в режиме нон-стоп просто, вот. Просто даже не успеваешь открыть рот и как-то удивиться всему этому. Вот в этом плане есть ли какие-то у вас будущие, я не знаю, идеи, и что-то еще будете издавать на эту тему? В целом вот такая правозащитная литература для нас очень важна, и мы, конечно, будем продолжать ее делать. И серия «Не убоюсь зла», которая названа, собственно, по книге Натана Шаранского, уже продолжилась и не последними словами. Уже второе издание вышло, и мы, конечно, сделаем третье. Книга Ильи Яшина. В общем, мы, конечно, будем это делать. Если вот смотреть, я не считал, честно говоря, в процентах, ну, примерно у нас 20% это поэзия, наверное, процентов 40 художественной литературы и процентов 40 нон-фикшн. Примерно так. Надо сказать, Вера, что Илья Яшин тоже иностранный агент. Да, да. А издаете ли вы прозу? Вот у меня два вопроса по поводу прозы. И вообще по какому принципу вы выбираете книги, которые издавать, которые переиздавать? То есть есть ли какой-то такой вот отбор? Там, жесткий или не жесткий? Отбор очень жесткий, потому что, ну, опять же, денег не хватает на все наши планы. И отбор очень жесткий. Иногда приходится отказывать книгам, которые вроде как хорошие, но с ними надо возиться, надо прямо уделять этому очень много внимания, а в ущерб, например, каким-то другим книгам. У нас есть так называемые большие романы. Они могут не относиться вот к текущей повестке дня вообще никак. Могу назвать, например, Дмитрий Алексея Макушинского. Блестящая книга совершенно, такая, знаете, машина времени. Я когда ее прочитал, я вот буквально оказался в Москве на Тверской в 90-м году. Я почувствовал прямо, как снег хрустит под ботинками у меня. Вот настолько, да, вот мастерство автора. Просто взять и перенести читателя прямо совсем в другое время, в другой пласт и заставить его там пожить. Это какое-то чудо, за что, собственно, литературу я люблю. У нас есть те тексты, которые как бы прямо или косвенно, но относятся к современным событиям. Например, есть книга «Господь мой иноагент». Написал молодой парень, 23 года ему, Илья Воронов. Там действительно российская власть за, как сказано, за препятствия войскам на южном направлении объявляет иноагентам «Господа». И дальше происходят всякие интересные события. Буквально, знаете, вот наша реальность современная, в которой мы все живем, сдвинута, ну, на 5-10 градусов. И происходят совершенно какие-то замечательные события. Уже не знаешь, плакать или смеяться, но скорее смеяться, потому что там самый смешной момент, как... Ну, нет, не буду спойлерить, это просто надо читать. Дальше еще вот есть несколько книг, которые немножко такие аутопии, антиутопии, но уже почти реальность. Вот скоро еще несколько издадим. Открываем новую серию. Там будут разные версии различных исторических событий. Там будет книга про Майдан, там будет книга про антисемитизм в СССР, там будет книга про дружбу иранских коммунистов и СССР. Михаила Крутихина выйдет буквально, наверное, в течение двух недель. В общем, совершенно разные направления. И пока хватает какого-то нашего запава, хватает внимания читателей, поддержки читателей, мы вот это все и делаем. А, но ведь у вас есть конкуренция уже сейчас, что удивительно. Есть другие новые издательства, такие как издательство «Видим», по-моему. Кроме того, Борис Акунин, иностранный агент, запустил издательство «Бабок». И вот скажите, чем вот эти издательства и ваше издательство отличаются? Акунин, если уж вот так говорить, он еще и террорист, и экстремист. Да, спасибо. Совершенно замечательная характеристика человека. Человек-писатель, но он при этом вот еще и террорист. Он на эту тему тоже смешно шутит. Конечно, наш выдающийся современник. Мы гордиться вообще должны, что вот с таким человеком у нас есть возможность общаться, видеть его и читать. Так вот, конкурентов у нас нет. У нас есть друзья, например, да, тот же «Бабук». Там представлены электронные версии наших книг на сайте «Бабука». Тоже их можно там брать, читать и так далее. Там есть какие-то у нас партнерские отношения еще с кем-то из издательства и так далее. Знаете, опять же, когда мы что-то не деремся за копеечку, да, у нас, ну, по крайней мере, у меня нет вот коммерческого такого подхода к этому, и, ну, конкуренция, возможно, не знаю, в жестких экономических условиях, да. Сейчас вопрос не про это, да. Может быть, кто-то и считает меня своим конкурентом, во всяком случае, дают понять. Но у меня в этом смысле конкурентов нет, да. Конкурент вообще книги – это не другая книга. Конкурент книги – это интернет, кино, видеоигры и прочие все истории, да. Человек в буковках, да, в знаках читает очень много. Ну, это может быть бегущая строка, СМС, телеграм-каналы и так далее, да. А вот чтобы почитать книжку, человеку нужно, ну, какое-то особое пространство, да, открыть ее, погрузиться туда и так далее. Поэтому со мной конкурируют не другие издательства, а если хотите, товарищи Дуров, Цукерберг и прочие замечательные ребята. Вы знаете, вот, Георгий, я вас слушаю, у меня какое-то возникает очень странное ощущение, как будто, с одной стороны, это вроде бы дежавю, а с другой стороны, это какой-то перевернутый мир, потому что в советское время, да, на Западе были издательства, которые тоже, ну, в голове стояли русские мигранты, но первой волны, да, или второй волны. Ну, было замечательное издательство «Ардис», которое не мигранты основали, а американцы, да. Вот это издательство «Лизодицию НИ» в Париже, «Посев» в Германии. Вот, а сейчас как будто бы совершенно другая история, потому что, да, новые мигранты, так называемые «релаканты» создают эти издательства. И где-то я слышала, вы написали, что мы издаем книги для иммигрантов, да. Вот есть новый журнал Максима Осипова «Пятая волна», мы с ним тоже говорили несколько месяцев назад. Вот что вы скажете вот про эту ситуацию? Она в чём-то повторяет, да, прошлую историю, а в чём-то совершенно другая? Знаете, ещё пару слов скажу про отсутствие конкуренции в том смысле, что вот мы сделали проект «Книги свобода», это литературная премия, мы с 1 сентября начнём принимать работы. И эту премию учредило две организации, которые тоже вам нужно произносить в вашем случае со звёздочками. Это телеканал «Дождь» и «Новая газета Европа». Да, подождите, это не со звёздочкой, это не просто иностранные агенты, это вообще-то и «Дождь», и… Нежелательная организация. Да, и «Новая газета Европа» – это нежелательная организация, поэтому вообще мы бы не хотели их вообще никак произносить, но произносим. Ну да, это ваша ситуация, я её понимаю тоже. Да, и медиапартнёрами стали очень многие организации, включая киевское издательство, канадское издательство и так далее. И в этом смысле это пример такой, знаете, интеграции, дружбы, сотрудничества, потому что нам интересно найти новые тексты и наградить их авторов. Что касается сопоставления нас с Ардисом и так далее, с одной стороны, это, конечно, лестно, потому что эти издательства имеют уже богатый опыт, репутацию, и, конечно, приятно находиться как бы вот в перечислении этих достойных организаций. Но понимаете, в чём дело? Время, конечно, изменилось. Вот в одном Берлине между двумя войнами было то ли 37, то ли 73, я не помню точно, издательств русских. Понятно, что каждый уехавший человек может создать издательство, сделать одну книгу, выпустить две, три, не знаю, сто, неважно. Но он будет считаться издателем. И это тоже хорошо. Пусть расцветают все цветы, как говорят китайцы. Но я не принимаю, честно говоря, внутренне сравнение нашей нынешней ситуации с ситуацией 70-х, 80-х, 60-х и так далее. Знаете, например, на московские книжные ярмарки западные издательства, в том числе вот такие антисоветские, могли приезжать до 70-го какого-то года. Да, 79-го, по-моему. Их пускали, они показывали свои книги и так далее. Для нас невозможно просто приехать. Невозможно, естественно, попасть на какую-то официальную ярмарку и прочее. В этом ситуация принципиально разная. В чем-то она хуже, в чем-то лучше. Опять же, во времена Ардиса не было никакого интернета, иначе бы Ардис читали активно в Советском Союзе спокойно совершенно. Сейчас есть интернет, и всё, что мы выпускаем, немедленно оказывается в распоряжении жителей России, что, конечно, хорошо. Поэтому, как я уже где-то пошутил, там издат, сям издат, это всё какие-то, знаете, искусственные конструкции. Время изменилось очень сильно, и поэтому сравнивать старое и новое, ну, знаете, это немножко сова с глобусом не дружит. Ну да, хорошо бы, чтобы вы были правы, время изменилось, и поэтому ситуация, наверное, быстрее изменится. Будем на это надеяться. Ну, я-то уверен, что она, знаете, нет, она может измениться даже и в худшую сторону, и мы ещё Путина будем вспоминать, как не самого злого правителя России. Но, возможно, всё и рухнет, потому что вот раньше, да, и в 30-е, и в 50-е, да и в 70-е были такие голодные стражи режима, которые отстаивали какие-то там мнимые или немнимые ценности. Был большой проект коммунистический, да, было чётко вот такое противостояние на равных, была гордость за страну, и, собственно, была работа на идею. На карьеру тоже, но на идею, да, обязательно. Вот у человека должна быть какая-то идея, и когда это, не знаю, власть Советов, власть Советского Союза, то это, в общем, людям, что называется, заходило. Сейчас никакой такой идеи нет. Сейчас есть разложившийся аппарат, в том числе аппарат подавления. Там люди сытые, с зарплатами, с домиками, датчиками. Буржуа. Буржуа революцию не делают и, в принципе, не способны нормально работать. Они думают о себе, об имуществе, о том, чтобы деткам всё-таки, значит, когда-нибудь поехать на Запад, о том, где спрятать доллары, о том, значит, как с криптовалютой разобраться и так далее, и так далее. У них задача набить свой личный кошелёк, оказаться в максимально безопасной ситуации. Поэтому они не способны, на мой взгляд, каким-то, знаете, хунвейбинским, значит, поступкам. Поэтому, да, всё может закончиться довольно быстро. А высшее руководство, оно в иллюзиях, понимаете? Оно-то как раз думает, что всё в порядке, они, значит, Бога схватили, значит, за бороду, и у них всё на мази, и через год они победят, понимаете? И вот у них каждый раз это всё откладывается на год. Вот они там сухой суперджет запустят через год, да, и так уже много-много лет импортозамещённый. И всё не получается, не получается, да. Какое-то супероружие, всё через год, через год, и всё никак не происходит, да. Армату, а вот что-то на фронте её нет, и так далее, и так далее. То есть это как бы бесконечное откладывание будущего. Это ничем хорошим не заканчивается. Георгий, спасибо большое. Мы, к сожалению, вынуждены уже заканчивать. И я скажу нашим слушателям, что мы говорили с издателем, основателем издательства Freedom Letters Георгием Рушадзе. Говорили, в общем-то, о том, зачем сейчас на Западе создаются литературные издательства, учреждаются новые литературные премии и журналы. И вообще, что происходит с издательствами как в России, так и за границей. И почему появляются запрещенные книги, и какова их судьба. А вы слушайте наш подкаст «Совещательная комната» на Apple Podcast на YouTube. Ставьте, пожалуйста, лайки и пишите свои комментарии. Спасибо большое, Георгий. Спасибо вам. Спасибо.